Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел следующий вопрос. Малечка, как причащаться на Светлой Седмице? Как готовиться, как поститься, как исповедоваться? Отвечаем. Действительно, на Светлой Седмице перед причастием можно... В арабане дробь... Не поститься. Представляете? Радость-то какая. Но... Мне кажется, будет некоторым лукауством не причащаться целый год. Для того, чтобы причащаться, допустим, на Светлой Седмице без поста. Есть, да, достаточно немалое количество людей, к сожалению, которые причащаются не чаще, чем раз в год. Или два раза в год. Ведь перед Рождеством, перед Крещением, вот в период святок от Рождества до Крещения, большой такой период, 12 дней, тоже ж можно причащаться без поста. И люди думают, ой, здорово, причащусь на святках. Ну, тут есть некоторое лукавство. И тут, мне кажется, надо поговорить со священником уже лично. Вот, батюшка, вот хотел бы причащаться на этой неделе, ведь можно причащаться без поста, вы благословите. А батюшка спросит, а когда ты причащалась в последний раз? И ты скажешь, ну, вот год назад. И он, скорее всего, вам скажет, милая моя, вот кто причащается еженедельно, или хотя бы там раз, или два раза в месяц, вот они причащаются на Светлой Седмице без поста. Ну, а ты будь добра три денечка попастись, чтобы все равно некоторый духовный подвиг понести. Правда, некоторые священники могут увидеть пристально, посмотрев душу твою через глазки твои. Люди не зря говорят, глазам зеркала души. И они поймут, что если тебе сейчас не разрешить причаститься без поста, ты еще на сто лет это отложишь. И говорят, ну ладно, таки быть причащающие без поста, но все равно последование прочитай какой-нибудь ко причащению. На вечерней службе побывай, с утра приходи натощак, не ешь, не пей. Ну, и исповедуешь Господу Богу грехи твои. Если исповедь будет настоящая, деятельная, сердечная, неповерхностная, то действительно, ну что с того поста взять? Ну, не попастилась, ну и ладно. Поэтому каждый случай индивидуален. Если вы думаете, что вас безоговорочно причащат без поста на Светлой Седмице, то вы ошибаетесь. Дальше. На Светлой Седмице действительно причащают ежедневно, потому что вся пасхальная неделя представляет собой празднование одного дня Пасхи, который в календаре растягивается на семь дней. И вторник, и среда, и пятница — это все еще праздник Пасхи. Богослужения четверга, среды и воскресного пасхального дня совершенно одинаковые. Поэтому есть добрая традиция православным христианам на Светлой Седмице причащаться ежедневно. Естественно, бывая перед этим на вседночном бдении, читая дома последование к причащению, только вместо трех канонов покаянного, Божьей Матери, покаянного и ангел-хранителя считаются или канон Пасхи, или часы Пасхи. Тут уже кому как батюшка благословит. Поэтому если вы хотите причащаться ежедневно, то не вижу в этом никаких препятствий, хотя могут видеть препятствия в этом некоторые священники, которые берут щиты и лозунги. Если часто причащаться, то возникнет привыкание, потеряется благоговение, потом часто причащаться нельзя. Хочется задать встречный вопрос. Батюшка, откуда ты это знаешь? Не со своего личного опыта, причащаясь часто, более 80, допустим, раз в году, каждый священник причащается не меньше количества раз. А если из твоего собственного опыта, так, может быть, стоит отпуск, что ли, взять? Если у тебя потерялось благоговение за эти месяцы и годы, и десятилетия служения, но если у тебя как бы выветрилось благоговение, то почему ты думаешь, что у твоей паства оно выветрится? Поэтому если ты накладываешь на людей, желающих причащаться, бремена неудобоносимые, которые сам нести не можешь, а на других возлагаешь, а человек живет в Евхаристии, бывают миряне, которые духовно и нравственнее богаче, чем священнослужители. Мы сами с них пример берем. Так почему ты хочешь запретить этому человеку приходить ко Христу? Но это другой вопрос. Поэтому повторюсь, что на приходе, друзья мои, у священника может быть несколько другое представление о том, как часто тебе необходимо причащаться. Ну и уже молчу о том, что далеко не на каждом приходе будет служиться литургия ежедневно. В монастырях уж безоговорочно будет и все ночные обдения каждый день, и литургия каждый день. Поэтому поговорите с духовником, поговорите с батюшкой в этом монастыре, или в приходе, где служатся ежедневно литургия, и пусть он вам даст собственное правило. Можно, допустим, исповедоваться только один раз и причащаться всю неделю без исповеди. Пост, конечно же, на самом деле не нужен перед причастием в эти дни. Но последовательное причащение, конечно, читать придется каждый день. Можете более подробно узнать о причастии на святках в документе 2015 года об участии верных в Евхаристии. Почитайте его для общего развития и можете даже пополемизировать со священником, если тому этот документ неизвестен. Храни вас Бог, живите евхаристично, живите так, чтобы быть готовым к причастию, а, соответственно, к переходу в загробную жизнь в любой момент дня и ночи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok